Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Совсем скоро в Одинцово появится полноценная зона отдыха. Воспользоваться ею смогут жители сразу нескольких микрорайонов. Новый парк охватит территорию Подушкинского леса от Трехгорки до Кампуса МГИМО. Какие работы сейчас там ведутся, какая инфраструктура будет создана в парке? Об этом мы сегодня поговорим с Виктором Егоровичем Погибловым, руководителем рабочей группы по развитию массового спорта Общественной палаты Одинцовского района, Юлией Лукашевичути, главным архитектором проекта, и Львом Александровичем Урманом, директором культурно-спортивного центра муниципалитета. Здравствуйте! Здравствуйте! А я призываю телезрителей не оставаться в стороне и принимать участие в обсуждении. Сделать это можно, позвонив по телефону прямого эфира 8 495 508 86 84. Мне кажется, всем интересно и мне тоже, как все-таки парк будет называться. Это парк здоровья или парк Никиты Крюкова? Давайте, Виктор Егорович. Это, в принципе, рабочие названия. Парк здоровья мы изначально... Сейчас есть предложение парк Никиты Крюкова, но это пока рабочие названия. Почему Никита Крюков? Потому что Никита вкладывает в это очень много сил. К сожалению, сегодня он не присутствует. Хотелось бы это самое. Но Никита работает в этом направлении очень много. Но Никита Крюков и, собственно, Виктор Егорович, это такие инициаторы проекта, я правильно понимаю? Да. Ну, вы же знаете, что об этом говорилось уже давно, несколько лет. Мы же говорили, что ветераны спорта за это ратовали. А потом появился у нас Никита Крюков в общественной палате. И мы эту инициативу совместно с ним продолжаем. И уже есть определенные сдвиги. Летом, когда мы провели общественные слушания, там определились с предложениями. Вот давайте мы об этом обязательно поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас я предлагаю такие точки над и расставить, чтобы зрителям было понятно, о чем мы с вами говорим. Потому что от Подушкинского шоссе до Трехгорки территория достаточно большая. Одинцовцы видят, что сейчас благоустраивается участок леса в районе улицы Чикина, на пересечении Говорова и Чикина. Плюс мы еще помним о том, что когда-то говорили о создании парка, то ли студенческого, то ли дипломат, который будет называться. Что включит в себя парк здоровья, парк Никиты Крюкова? Какие территории туда войдут? В данную территорию. Это обширная территория, которая по площади составляет порядка 100 гектар. Даже более 100 гектар, которая продолжается от Трехгорки до Подушкинского шоссе. Также это участок от улицы Горова. То есть вот это вся лесная зона? Вся лесная зона полностью. Сейчас мы занимаемся оформлением этого земельного участка в рамках границ кадастра. То есть весь этот лес попадет в территорию будущего парка. Немного возвращаясь, Никита Крюков является одним из основных инициаторов создания данного парка. Поэтому все-таки, наверное, собственное имя у парка будет интереснее. Парк Никиты Крюкова. Это будет как-то мотивировать и молодежь, и спортсменов заниматься спортом, помимо жителей, которые любят там гулять. Территория достаточно обширная. Мы рассматриваем участки, делим их на 2 гектара, которые находятся, примыкание к улице Горова, находятся у частного лица. Далее участок 14 гектар, который уже оформлен у парка Лазутиной. И оставшийся участок это чуть менее 100 гектар. То есть огромная территория. Статус у этой территории это лес, который относится к... Вот сейчас наши телезрители могут увидеть на экране фрагмент этого парка, так скажем, участки. Это Гослесфонд. Порядка 100 гектар. Статус особо охраняемая природная территория. Статус ООПТ предполагает определенные виды разрешенного использования этой территории. Поэтому необходимо с нашей стороны продумать максимально, чтобы не было какого-то нарушения природоохранного законодательства и нанесения вреда окружающей природной среде. Чтобы вмешательство было минимальным. Поэтому статус ООПТ и присвоен. Отменять его нецелесообразно, ввиду того, что никто это не позволит сделать и все-таки это должен быть такой природный участок. Поэтому будем использовать те методы, которые применимы к данной территории. Ну, например, нельзя делать асфальтированные дорожки. То есть это будут покрытия с гранитного отсева, красивого, как в Мещерском парке. И, допустим, экопарковки. Сейчас есть там несколько огородов. Вот люди себе, не знаю, самостоятельно захватили, сделали. Ну, может быть, каким-то и на законном основании у них есть вот эти участки. Что будет с ними в дальнейшей перспективе, когда уже парк будет активно создаваться? Ну, я думаю, еще до начала активной стадии создания парка данные постройки, они являются незаконными, будут демонтированы, поскольку разрешенное использование лесных территорий, в частности, особо охраняемые природные территории, допускают только те виды деятельности, которые связаны с рекреационной деятельностью, либо как-то связаны с лесом. Спасибо. Хозяева этих территорий, так скажем, да, они с удовольствием ждут с нетерпением, когда появится парк, когда там найдется парк. То есть они готовы отказаться от своих грядок? Да, да, я с ними знаком, так что это... То есть здесь проблемы никакой нет? Здесь люди с удовольствием, с пониманием, все ждут этого парка начала работы. Безусловно, и мы тоже очень ждем. Мы сейчас видели на кадрах, которые выводились на экран, линии электропередач. Вот ее наличие наложило ли какой-то отпечаток на проект, изменило его каким-то образом, ориентировались на нее, создавая проект, разрабатывая проект парка? Юлия, поясните, пожалуйста. Безусловно, мы не прошли мимо вот этой вот полосы, которая занимает шириной 50 метров. Есть некие архитектурные идеи, которые можно было бы воплотить, не как бы украсив это место, не пойти, ну, то есть не нарушая зону, сделать ее очень привлекательной. У меня есть мысль сделать песочное поле, на котором можно запускать трактор, и он бы делал какие-то орнаменты. Это никоим образом не мешает, то есть плоскостное сооружение. Если получится такая идея, такая нигде не применяется. Было бы очень интересно иметь этого Денцова. Действительно, это идея интересная. А вот еще хотелось бы, наверное, Лев Александрович, к вам вопрос. Студенческий парк, да, и вот те работы, которые ведутся на пресечении Говрова и Чикина. Вот про Чикина более-менее понятно, со студенческим парком не очень понятно. Будет ли он создан и войдет ли он в парк Никиты Крюкова? Студенческий парк, безусловно, будет создан. Это в районе кампуса МГИМО, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Сейчас мы занимаемся также оформлением земельного участка в постоянное бессрочное пользование. Это лесной участок, который предоставляется комитетом лесного хозяйства. Сейчас этот участок в стадии оформления, документы находятся на регистрации, и к данному участку, который имеет меньшую площадь, будет применяться та же самая процедура. Это подготовка предконцепции, концепции, соответственно, дальше утверждение проектно-смертная документация, экспертиза и непосредственно сами работы по созданию и благоустройству. Единственное направленность у него будет немного другая. Все-таки он будет больше ориентирован на студенческий состав. Соответственно, наполнение будет немного разное. В принципе, в перспективе эти обе территории будут между собой объединены. То есть доступ у одинцовцев будет и в этот парк тоже? Он не будет никаким образом закрыт, огорожен? Соединен, да. Да, лесные участки, в частности, как уже сказал, особо охраняемую природную территорию, ограждать запрещено. Поэтому это будет со всех сторон свободный доступ. Будут продуманы оптимальные входы, созданы некие архитектурные формы на входных группах. Поэтому так, как удобно жителям. Так же, как участок частного лица, который обустраивается сейчас, вот Юля может сказать. Да, ничего загораживать не планируется. Все будет открытый доступ, как к парку, как к малым архитектурным формам, площадкам, спортивной, детской. Так как к мангальным беседкам рассчитывается сделать две. Вот именно на том месте, где сейчас идут работы? Да, где сейчас идут работы. Да, как раз в зимний период, так как они не связаны ни с какими бетонными работами. Все будет делаться из габионов, это такие архитектурные элементы. Это металлические сетки с натуральными камнями. Вот сделаются две беседки, они будут общедоступные, красивые, освещенные. Мы будем надеяться, что они будут радовать жителей. И людям будет захочется лишний раз прийти и сделать шашлык. Кстати, вот он отзывается на нашу просьбу. Допустим, там у нас спортивная площадка, ей уже, наверное, лет 50 мы. И вот именно на этом месте мы попросили, чтобы воркаутную площадку он обещал хозяину. То есть теперь осталось дождаться, когда эта площадка все-таки там появится, да? Ну, я думаю, если он занялся благоустройством, он живет рядом здесь, и ему хочется, насколько он говорит, благоустроить. Когда начинаются какие-либо работы в парке, жители всегда переживают за срубленные деревья. Вот как оцениваете состояние леса, да, подушкинского? И много ли деревьев придется срубить? И насколько много там валежников? Вот даже на кадрах, которые показывали, вот кажется, что его достаточно. Лес достаточно, валежников очень много, бурелома очень много. Вот мы проводили несколько раз субботники, очисленные, но это мезер. Там очень много надо проводить, большую работу. Ну, а как это, какие деревья вырубать? Это вот Лев Александрович, наверное, расскажет. Кто даст команду и когда это? Ну, во-первых, лесная территория находится в таком неприбранном состоянии. И там предстоит большая работа, особенно учитывая масштаб самой территории. Предварительно в ходе оформления лесных участков, предоставлением постоянное бессрочное пользование, готовится проектная документация на лесные участки. И когда участок оформлен, проводится работа проектная по освоению леса. Вот это как раз проект освоения леса, он предусматривает поддеревную съемку. То есть, буквально масса специалистов оценивает состояние каждого дерева. Каждое дерево отмечается на карте. И те деревья, которые поражены какой-то либо болезнью или сухостой и прочее, они подлежат удалению. То есть, никакой незаконной вырубки там или какой-то вырубки в промышленных масштабах не будет. Это все будет делаться на основании акта лесопатологического обследования. Ну и, соответственно, территория будет прибрана от того валежника, который уже находится долгое время, от ветровала там или еще по каким-то причинам. То есть, задача не только парк создать, но и лес все-таки наш сохранить. Да, и также будут предусмотрены работы по лесовосстановлению. И будут, возможно, привлекаться студенты, может быть, из Тимирязевки, чтобы какие-то проводить акции по посадке деревьев. Акция «Наш лес, посади свое дерево». Масса таких вещей, которые можно там применить. Я думаю, что горожане с радостью откликнутся на предложение принять участие в этой акции, потому что все очень ждут этого парка. От себя хотела бы добавить, что на той территории, в которой уже ведутся работы, все эти документы есть, то есть и проект «Росвини леса», и проект «Леспатологии» все это есть. Думаю, даже до Нового года, что лесники придут и вырубят деревья, которые уже попадают, так скажем, под раздел больных. То есть ничего, сами мы ничего не трогаем. Все после заключения специалиста. Еще вот предложение поступило не так давно, что общественная палата проводила круглый стол по выколу собак, проблема большая. А в лесу у нас это вообще проблема. И предложение такое, мы предложили Льву Александровичу, чтобы отдельно сделать площадку для выкола собак. Чем более собачники, да, этот лес очень любят. Да, да, да. Это обязательно. Вот что будет в парке, мы с вами вот прям уже совсем скоро обсудим. Сейчас предлагаю резюмировать. На каком сейчас этапе работы в будущей парковой зоне? Я бы разделил эти вещи на несколько участков. Я думаю, то, что проводится на площади 2 гектара, пояснит Юля. То, что касается остальной территории, в настоящий момент начата работа по подготовке предконцепции. Давайте поясним, 2 гектара это где и остальная территория это где, чтобы телезрителям было понятно. Да, 2 гектара это территория, которая прилегает к медицинскому центру и находится в сопряжении с улицей Говорова. Далее примыкает территория 14 гектар, на которой находятся 2 маленьких пруда. Эта территория уже оформленная. И сейчас мы будем заниматься оформлением всей остальной территории вот этих 100 гектар, который идет между платным участком дороги, Трехгоркой и Подушкинским. Я финансирую, пожалуйста, что это перспектива. Общественники переживают. Что касаемо финансирования, это основной вопрос, я считаю, в этом деле. Все зависит от наполненности парка, то, что мы захотим там увидеть. Но ввиду того, что основная идея была такая, это ввиду того, что лыжероллерная трасса, парк Лазутина, это место для профессиональных спортсменов, а территорию Подушкинского леса предусмотреть как такую любительскую зону, где также можно будет бегать на лыжах, просто заниматься бегом. Для всех слоев населения. Для всех жителей, тем более, тут гораздо более удобная доступность до живых домов. Тем лыжероллерная трасса, конечно. До живых домов. Пешеходная. Да, затраты будут весьма существенные, учитывая территорию. Но я бы сразу хотел сказать, что на проектные работы ориентировочно потребуется 49 миллионов рублей, но можно говорить 50. В эту проектную документацию мы попытаемся сделать максимальное наполнение, условно, все те хотелки, пожелания, которые необходимо сделать. Дальше уже с жителями будем обсуждать, что же там все-таки оставить, а что оттуда убрать. После будет на основании, когда мы утвердим окончательную концепцию, будет, понятно, составлена смертная документация, которую отправим на экспертизу. На мой взгляд, по аналогии с другими территориями, стоимость благоустройства парка составит порядка 500 миллионов рублей. Единственное, что сразу будет тяжело эти деньги израсходовать. Естественно, что для районного бюджета это большая сумма, поэтому необходимо будет входить в госпрограмму «Комфортная городская среда», которую ведет с 2019 года Министерство благоустройства. Софинансирование составляет порядка 95% областных денег и 5% районных, но, в принципе, это решается в индивидуальном порядке под каждую территорию. Велики у нас шансы попасть в эту программу? Я не скажу, что шансы маленькие, но мы все сделаем, чтобы в эту программу попасть именно на 2019 год. В последующем, не обязательно делать, учитывая, что объем суммы большой, тяжело сделать все работы в один этап, наверняка будет некое разделение. То есть, допустим, в первый этап необходимо будет провести работы об устройстве дорожно-тропиночной сети, которая проходит по уже накатанным дорожкам. Установка малых архитектурных форм, таких как скамейки, урны и что-то еще. И обязательный элемент – это освещение. Должны быть… Вся территория должна быть освещена. Это будет относиться к первому этапу. Но все остальное, наполнение, спортивные, детские площадки и прочее, те вещи, которые будут приложены, мы, наверное, будем как-то делить по годам, по следующим. Юля, ну и в вашей части резюме тоже нам необходимы те два гектара, которые примыкают к улице Говорова. Где уже идет работа. Да. Ну, про финансирование скажу, что это наш земляк, да, человек, кто живет в Одинцово, частный предприниматель. Он просто захотел сделать хороший парк. Вот поэтому вот он достаточно давно уже занимается этой идеей. Вот у него получилось, работы начались, да, все мы это видим. Вот, поэтому работы мы планируем закончить к лету. В основном нас останавливает зима, конечно. То есть мы все распланировали, сейчас мы делаем дорожки. Уходим в зиму, мы чистим пруд. Мы делаем освещение. Освещение будут декоративные светильники. Потом малые архитектурные формы, которые, как я уже сказала, можно собирать в холодный период. Вот, выходим в весну, делаем небольшой ремонт, надеемся выйти к июню месяцу. Но чудес не бывает. Думаю, что еще какие-то небольшие работы мы будем в течение лет продолжать. Вот, ну, приблизительно такие сроки. Ждем с нетерпением, когда парк все-таки появится. А я напоминаю телезрителям, что об этой парковой зоне, на самом деле, в Одинцово говорили давно. И, конечно же, жители об этом знают. Общественные обсуждения прошли в первой библиотеке в начале лета. Давайте вспомним, как это было. Иван Никифорович Харламов. Одинцовский ветеран спорта, который скромно называет себя физкультурником. Когда-то мужчина увлекался бегом на длинные дистанции. К 50-летию Великой Победы он вместе с единомышленниками пробежал по маршруту Москва-Берлин. Старт сверхмарафону был дан 22 апреля на Красной площади. Финишировали тогда еще советские спортсмены-любители 8 мая в столице Германии. Бежали мы в Минск, Смоленск, Брест, Познань и Берлин. Иван Никифорович пример для многих и в первую очередь для собственных внуков. Их трое. Старший лыжник, младший гимнаст. А средний тоже Иван шутит. Вырос выше всех, поэтому стал баскетболистом. Он просто взял и поставил нас на лыжи, пошел с нами гулять. И так вот все произошло. То есть своим личным примером, непосредственно, я думаю, самый лучший способ – это своим личным примером показывать детям как раз прививать любовь к спорту. Идея создания нового парка – хорошая новость не только для семьи Харламовых, но и для спортсменов-любителей, мам с колясками, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что новый объект будет в пешей доступности для жителей сразу нескольких микрорайонов Одинцова и займет территорию от Подушкинского шоссе до Трехгорки. Планируются виды спорта в парке. Это скандинавская ходьба, лыжные гонки, прогулки на велосипеде, многофункциональные спортивные площадки для баскетбола, бадминтона, волейбола, настольного тенниса. Планируется площадка для пляжного волейбола, площадка для воркаута, в том числе для людей с ограниченными возможностями. По задумке автора проекта, парк здоровья не только разгрузит Лазутинскую трассу и сделает ее менее травмоопасной, но и сыграет важную роль в развитии массового спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений. От массовости к мастерству, и поэтому это нужно развивать, нужно двигаться в этом направлении. Место позволяет. Опять же, очень много находится домов, соединение практически четырех микрорайонов. И в спешей доступности люди будут иметь возможность посещать этот парк. В Одинцовской библиотеке номер один автор проекта, члены общественной палаты, главный архитектор района, спортсмены-любители и неравнодушные жители. Цель встречи – обсудить идею и при необходимости внести в нее коррективы. Так будут учтены интересы любителей четвероногих. Дорога в парк для них закрыта не будет. Но при посещении придется соблюдать правила. Чтобы была уборка, мы должны, я имею в виду мы как власть, должны предусмотреть урны специальные и специальные пакетики для них. Вот, об этом говорилось уже. И воспитатель на работу. Ну, надо как-то правила вывешивать, чтобы любой мог воззвать, что смотрите, вы, скажем, видите здесь такие правила, пожалуйста, наденьте намордник на собаку или возьмите на поводок. Создание парка здоровья – процесс небыстрый. В ближайшее время приступят к уборке поваленных деревьев и засыпке ям на существующих тропинках, сделают навигацию. Параллельно эта территория будет ставиться на кадастровый учет, чтобы через год-полтора здесь официально появилось благоустроенное место отдыха жителей Одинцова. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью» и сегодня мы говорим о парке здоровья или парке Никиты Крюкова, который появится в Подушкинском лесопарке. Виктор Егорович, вот по итогам этого обсуждения много ли предложений поступило от жителей Одинцова? Да, ну предложения, они варьируются, но в принципе одно и то же. Все хотят, чтобы был какой-то центральный спортивный комплекс ФОК. Мы предлагаем ФОК, если есть возможность, вот мы с руководством администрации говорим. Но ФОК это уже строение, извините, в лесу-то как его? Есть легковозводимые, которые не на капитальном фундаменте, но это рассматривается. Это было бы прекрасно. Вокруг него уже вот эти строят площадки многофункциональные. Вот эти все предложения, предложения по охране, если будет там видеонаблюдение, все. Есть предложения о добровольно-народной дружине, желающих очень много. Ну для этого вот мы говорили с Львом Александровичем и вообще с руководством, что надо как-то людей мотивировать немножко, ну какие-то, это самое, пощать чем-то, ну так. Заинтересованы, безусловно. Это очень. И тут будут решаться вопросы, естественно, вот с собаками, выголу собак. Если прошел дружинник, он не будет не шуметь, видят, есть порядок, значит порядок дружинник. Это все-таки это самое. Да, ну... Предложения, в общем, поступали. Это очень радует. Юлия, перед вами стояла сложная задача. Да, вот обычно в таких общественных слушаниях бывает примерно так. Сделайте нам собачью площадку из другого конца зала. Не нужна там никакая собачья площадка. И вот как это все совместить? Как вы учитывали интересы всех жителей? Я думала сперва как житель, а потом как архитектор. И посчитала, что люди, которые живут в Одинцово, они очень устали от урбанизации. Точная застройка, просто застройка, пробки, машины. И нет места, где просто отдохнуть. Вот просто душой. Птичек послушать. Да. Есть Лозутинская трасса, она отличная, но очень спортивная. То есть я как человек, то есть хочу просто прогуляться, иду, и там лыжник, и мне нужно все время быть в напряжении. Ну да, на ложительку, например, я с детьми не пойду. Тяжело, да. И я хотела сделать такой парк, чтобы можно было для людей пожилого возраста, для просто людей, кто хочет погулять, для мам с детьми, чтобы вот с ребенком идти вот не страшно было. Семейные. Ну, семейные походы, да. То есть я хотела, чтобы люди, идя в парк, отдыхали душой. И, собственно, и было такое предложение сделать вот такой парк отдыха. Как назвать, это уже парк здоровья. И, в общем-то, такой вот направленный на душу. Значит, тут много уже сказано про, что это спокойный спорт. Я не буду много повторять, скажу, о чем не сказали. Я думаю, разумно сделать там какие-то павильоны для картиных галерей. Потому что очень много художников в Одинцово выставляться негде. Может, для какого-то, ну, для творческих людей, то есть временные выставки, там небольшие какие-то камерные концерты, например. Это не значит, что там собрать большую толпу людей, там много музыкантов. А просто вот звуки музыки послушать, смешанные с природой. Вот, сделать какие-то места, где повесят там скворечников некоторое количество. То есть люди пришли, покормили птиц, послушали птиц. Это очень важно, это не хватает нам в жизни. Вот, поэтому нам действительно этого в жизни не хватает. Давайте сейчас на концепции остановимся. Но перед этим я вот для себя хочу прояснить вопрос. Вот на лазутинке, в принципе, ну, с любителями, ну, так скажем, минимально борются. Да, разграничили, во всяком случае, потоки движения, чтобы не пересекались пешие спортсмены с теми, кто на велосипедах, лыжероллерах и так далее. А вот в этом парке здоровья будет ли закрыт, например, вход для профессионалов? Будут ли останавливать тех, кто все-таки любит какие-то более экстремальные виды спорта и могут угрожать безопасности посетителей? На самом деле, просто там не будут созданы такие условия, что туда придет профессионал, там, ну, например, велосипед. То есть, гравийная дорожка, она, ну, насколько там, и шириной, да, мы будем, насколько там можно разогнаться. Тут на лазутинске, там широкая трасса, там едешь. Асфальтированная. Асфальтированная, да, едешь. Технических условий, не будет, так скажем. Да, то есть, техническими условиями мы будем регулировать. То есть, человек сам поймет, куда ему нужно. То есть, если он, ну, только этим. Так, конечно же, вход будет свободен для всех. И что в парке будет для релаксации? У вас очень много интересных задумок. Давайте расскажем. Но я задумывала арт-объекты, потому что есть некие аналоги. В Калужской области, многие знают, есть парк Никола Ленивец с арт-объектами. Вот сейчас мы можем видеть на экране то, что, возможно, появится в парке. Я бы хотела, да, чтобы это появилось. То есть, какие-то арт-объекты, которые с природным содержанием. Например, ну, вот портал из бревен. Или вот архитектурные объекты, которые с зеркальными панелями, которые теряются в лесу. И человеку хочется подойти и рассмотреть, что же это такое. То есть, мы привыкли к обычной архитектуре. А здесь хочется как-то вот посмотреть, что это, где заканчивается этот объем, где начинается. Почему он там висит в воздухе. Вот. Все архитектурные элементы хотелось бы сделать именно природными. То есть, из камня, из дерева. Может быть, привлечь каких-то художников, скульпторов, дизайнеров района. Объявить какой-то вот конкурс на арт-объекты. Мне кажется, всем интересно было бы поучаствовать. Есть парк в Пензенской области со скульптурами. Я сама там была. Более 800 скульптур. Они объявляют раз в год конкурс. И мастера приезжают и делают каким-то особенным. Здесь тоже можно было бы объявить конкурс. Мне кажется, это было бы интересно. У нас творческих людей очень много. Но, тем не менее, спортом в парке тоже можно будет заниматься. Виктор Егорьевич, я к вам как руководителю комиссии по развитию массового спорта. Это рабочая группа по развитию массового спорта обращается. У нас есть группа здоровья для пожилых. Они с нетерпением ждут, когда будут такие дорожки, более благоустроенные. Вот сейчас, как говорят в тренде, самая скандинавская ходьба. И наши бабушки. Вот мы занимаемся в бассейне. Ходим потом в спортивном зале. А для молодежи что предложить в парке? А для молодежи обязательно нужны эти площадки. Функциональный волейбол, мини-футбол. Вот это надо обязательно. И не просто одну площадку, а несколько. Потому что спрос очень большой. Вы сами видите, сколько народа. Одно дело на Лазутинку ездить и там же мало. Но это отдаленно. А здесь будет заполнено. К нам, если мы проводим соревнования, Все лето на этих площадках на дворовых нам приезжают и с Москвой приезжают. Ребята, они же коммуникабельные между собой. И в Одинцово едут с удовольствием. Так что наш парк надо благоустроить так, чтобы не ударить, так скажем. В грязь лицом, да. Перед гостями из столицы, из других районов Подмосковья. Может быть и даже регионов России. Вот не могу не спросить. У нас не будет там асфальтированных дорожек, Что безусловно радует. Все-таки лес будет сохранен. А можно ли там будет кататься на роликах, на велосипеде? Да, конечно. По горовинным дорожкам это предусматривается. А что будет в парке для детей, Юля? Детские площадки будут ли там организованы? Будут детские площадки. Даже сейчас вот в той зоне, что мы благоустраиваем, Вот уже на данный момент. Там рассчитываем сделать большую детскую площадку. Воркаут уже заказан. Я надеюсь, что мы соберем его даже до Нового года. Вот, ну, если что, в январе. Вот. Возможно, даже две детские площадки. Одна точно, вторая смотрим. Вот. Также будет вот благоустроен пруд. То есть... Что там можно будет делать на этом пруду? Ну, купаться, наверное, нет. Нет, купаться однозначно нет. Во-первых, мы его, значит, почистим. То есть, он будет очень хороший. Я рассчитываю сделать какие-то светящиеся элементы. То есть, на него можно будет просто любоваться. Вот. Он будет огражден. Ну, то есть, чтобы никаких травмоопасных ситуаций мы не допускаем. Ну, у нас кроме этого пруда там большое еще есть пруды. Которые... Там большая поляна. Вот там мы будем благоустроены. А вот теоретически зимой на этих водоемах возможно каток организовывать? Он слишком маленький. Маленький? Да, он быстро придется постоянно... Ну, на большом пруду, наверное, возможно. Мне кажется, это было бы очень интересно. Это было бы интересно, но очень хлопотно. Вот по Баковскому пруду ориентируемся. Есть некие трудности. И еще есть предложение о полосу препятствий для разных возрастов, для разных групп. То есть, для детей, для пожилых и для взрослых полосу препятствий. Можно веревочный парк. Вот есть такой складрон. Обязательно складрон. Это прекрасно. Много предложений, которые мы уже там переписали. Лев Александрович, а как безопасность в парке будет обеспечиваться? Мы уже поговорили о том, что потоки пересекаться не будут, да и скоростных спортсменов там вряд ли они появятся, потому что условия не те, чтобы разгоняться. Будет ли освещение? Будет. Видеонаблюдение будет? Будет ли охрана? Ввиду того, что территория очень обширная и необходимо заботиться о безопасности жителей и посетителей парка. Помимо освещения мы будем устанавливать видеокамеры, сопряженные с системой «Безопасный регион». Это система, которая выводит изображение на ближайший пункт полиции и также на сервер Главного управления региональной безопасности. Поэтому реакция будет моментальная. Также будут предусмотрены, планируются работы по оповещению. И в плане содержания парка обязательно будет работать охрана, которая будет патрулировать территорию, следить за общественным порядком. Ну и вот, как Виктор Егорьевич сказал, интересное очень предложение задействовать добровольную народную дружину, чтобы как можно больше туда людей привлечь, их заинтересовать, замотивировать. Ну и таким образом поддерживать порядок. Ограждения, как я уже сказал, территории парка не будет, поэтому доступ будет свободный и, соответственно, безопасность нужно будет поддерживать на должном уровне. Кроме этого, к этим системам это технологически востребовано и было бы правильно. К фонарям освещения, на которых также будут устанавливаться видеокамеры и система оповещения, сделать точки раздачи Wi-Fi. Тоже будет интересная фишка, которая, я думаю, всеми будет воспринята очень положительно. И по поводу соревнований, мы говорим, соревнования, конечно, будем проводить обязательно, потому что здесь очень много школ, вы посмотрите, столько детей. Обязательно по лыжам, хоть там Никита Крюков, от этого никуда не денешься, по лыжам будем набивать. А опять они же набиваются, вот Воропаев, он постоянно старший, за этим все годы следил. И будем, опять же, набивать лыжню и, соответственно, летние виды спорта, легкую атлетику. Волейбол там можно проводить, да, будет на универсальных площадках соревнования. Так что у нас будет насыщенность, естественно, будет самонавигация, никто никому мешать не будет. И никто не потеряется, что немаловажно. Ну и не могу не задать этот вопрос, в Подушкинском лесопарке нередко проводили субботники. Но, к сожалению, отдыхающие так или иначе после себя оставляют периодически какие-то там кучи мусора. Вот с этим как планируете бороться? Рассматривали этот вопрос уже? Ну, здесь это должно быть на совести, в первую очередь, посетителей и жителей, поскольку когда они будут ощущать себя в красивой, благоустроенной территории, может быть, у них не будет такого посыла оставлять мусорные мешки. Ну и опять же, как сказал, учреждение будет заниматься содержанием парка, это будет предусматривать расстановку мусорных баков, вывоз мусора и уборку территории. Поэтому, в любом случае, даже если кто-то будет мусорить, все это будет незамедлительно убираться. Ну, это вот сейчас люди видят, что, ну, мягко говоря, хозяина там нет, да? Сейчас. Можно делать, да. А когда вот уже будет все так, скажем, цивильно, все, этот человек уже не бросит, где попало. А вот так хотя бы примерно, когда можно будет говорить о том, что все, новый парк отдыха в Одинцово готов? Когда будут подтверждающие документы о вхождении в госпрограмму, и до нас будет доведена информация о финансировании. После этого можно смело утверждать, что он будет, но пока никаких предпосылок, дающих сомневаться в этом нет. Ну, а тем не менее, начать бережно относиться к тому богатству, которое есть рядом с нами, можно начинать уже сейчас. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»